Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот калаш, где у нас просматривается водная поверхность и на ней лежит вот такой вот лотос. Для того, чтобы сделать вот эту анимацию, нам понадобится плагин, который позволяет сделать водную поверхность. Для тех, кто еще не знает, хочу сказать, что плагин это программный модуль, динамически подключаемый к основной программе, Photoshop или другой какой-то, и предназначенный для расширения возможностей программы. Плагин вы можете взять у меня на сайте в дополнительных материалах к этому уроку. Там же будет и подробное описание того, как его поставить. Итак, я останавливаю нашу анимацию, сворачиваю этот документ и начинаем нашу работу. Вот я открываю ту картинку, которая нам нужна. Для начала нам нужно будет скопировать листья вот эти вот и сам лотос, который на переднем плане, чтобы поставить его на верхний слой. Берем инструмент быстрое выделение, смотрим, чтобы вот здесь вот был плюс, становимся в том месте, где мы будем выделять, нажимаем левую кнопку мыши и не отпуская ее, ведем так, чтобы выделялись те площади, которые нам нужны. Когда мы закончили, то отпускаем левую кнопку мыши. Можно делать несколько приемов это все. Вот мы цветок, вот допустим я еще здесь этот лист, вот этот добавлю, точно так же вот эти два листа, цветок, вот здесь вот немножко и вот этот лист. Видите, у нас получилось так, что весь вот этот угол у нас выделился вместе со всем остальным. Чтобы этого не было, я возьму кисточку с минусом, вот тут вот немножечко уберу. Вот здесь у меня лишнее получилось. Можно приблизить колесико мышки, чтобы лучше видно было. Вот здесь я тоже, пожалуй, уберу вот это вот. Я не думаю, что это нужно будет. И вот кусочек вот этого листа нам нужно еще добавить. Перехожу в плюс, добавляю вот этот лист. А вот здесь мне нужно будет убрать, поэтому я перехожу в минус и убираю. Видите, убирается вместе со стебельком. Стебелек нам нужно тоже добавить. Поэтому я захожу в плюс и аккуратненько щелкаю именно по стебельку, чтобы у нас выделилась именно эта область. Вот. Можно немножечко тут подправить. Можно более аккуратно все это сделать. Вы сделаете у себя более аккуратно. После того, как мы это выделили, нам нужно скопировать этот цветок на новый слой. Для этого мы на клавиатуре нажимаем клавишу Ctrl-J. И если мы отключим нижний слой, то мы видим, что наш цветок скопировался на верхний слой. Можно его немножечко подредактировать, опять-таки убрать вот эти вот лишние места. Но я сейчас не буду на этом особо останавливаться. Наша задача научиться работать с плагином. Итак, я останавливаюсь на нижний слой. Верхний можно пока отключить. Нам нужно, чтобы водная поверхность была примерно на вот этом вот уровне. Вот где-то далеко уходит у нас водная поверхность. Итак, как установить плагин, вы узнаете из дополнительного материала. А мы сейчас приступим непосредственно к работе с этим плагином. Для того, чтобы нам легче было работать с плагином, давайте подвинем наш цветок влево. И можно его немножечко уменьшить. Я вот колесиком мышки вот так вот отодвигаюсь. Теперь захожу в фильтр Flaming Pair Flood И вот у нас появилось окно нашего плагина. Я его двигаю сюда вправо, чтобы легче было увидеть, что у нас получается. Когда мы будем работать с этим плагином, мы тут же на экране и здесь, и в смотровом окне можем видеть результат нашей работы. Давайте теперь посмотрим настройки. Первый бегунок у нас горизонталь. Если мы поставим на ноль, это говорит о том, что у нас будет практически полная заливка. То есть горизонт будет в самом-самом верху. Нам это сейчас не надо. Мы двигаем его чуть ниже, но ставим не так уж и низко. Вот примерно 12. Вот у нас будет в самый раз. Вот видите, у нас линия горизонта появилась вон там вверху. Второй бегунок у нас показывает уровень воды. Вот если я подвину его в самый край, видите, у нас уровень воды совсем низко. Мы поставим его примерно на 10. Третий бегунок у нас показывает интенсивность волн. Вот смотрите, если меньше, то поверхность практически гладкая. Чем больше, тем больше у нас волнуется море. Но поскольку у нас лотосы растут почти на гладкой поверхности, давайте поставим здесь 19. В конце концов мы можем даже в этом окне ввести числа с клавиатуры. Вот я предлагаю поставить 19. Следующий бегунок у нас отвечает за угол обзора. То есть взгляд на воду. Вот видите, если я в самый конец его ставлю, вот такие у нас параметры получаются. Если вот сюда вот вправо, то другие. Ну, я предлагаю поставить здесь 72. В нашем случае. Идем дальше. Видите, вот квадратик. Если мы на него нажимаем левой кнопкой мыши, то мы можем выбрать цвет наших волн. Видите, у нас он сейчас стоит оранжевый, а нам желательно подобрать такой цвет, который был бы ближе к нашему фону. Ну вот, либо вот так, либо вот такой, пожалуй. Темноватый. Наверное, чуть светлее. Ну вот, примерно такой. Видите, вот уже совсем другой вид. Здесь можете поэкспериментировать. Можно даже еще на насветлее сделать. Вот так. Следующий бегунок у нас отвечает за силу волн. Если я вправо двигаю, волны меняются. Мы сейчас остановимся на 26. Для нашей поверхности это более подходящее. Следующий бегунок у нас отвечает за насыщенность цвета. То есть, вода у нас будет более темная или более прозрачная. Вот я меняю ее. Видите, вот она становится более темной и вот она становится более светлой. Давайте поставим здесь 62. Следующий бегунок отвечает за блеск воды. Вот видите, здесь он более блестящий, а здесь совсем темный. Давайте поставим здесь 79. И последний в этой вкладке бегунок отвечает за затуманивание волн. Вот если я подвигаю его, видите, как меняется у нас цвет. Но мы оставим здесь 65. Следующие три параметра отвечают за размер, высоту и амплитуду расходящихся волн. Но для того, чтобы поставить их, нужно сначала на вот этом смотровом окне найти точку, откуда у вас будут расходиться волны. К примеру, вот я поставлю ее здесь. Вот. И теперь, двигая вот эти двойки, мы видим, как меняется наше соотношение волн. Чем меньше вот этот движок, тем больше видно вот это вот кольцо. Если мы меняем, то, соответственно, меняется и все остальное. Тут вы можете сами посмотреть, как вам больше понравится. А я сейчас остановлюсь на цифрах 19, 78 и 87. Также в этом плагине есть готовые настройки. Их вы можете посмотреть, либо вот здесь вот поменять, либо нажимаете на вот эту кнопочку с красной стрелочкой. Если вы хотите записать свои настройки, то вы нажимаете на кнопочку с синей стрелкой. Для того, чтобы вернуться к начальным настройкам, нажимайте на вот этот вот квадратик. Также посмотреть готовые настройки можно, нажимая на вот этот кубик. Ну, я пока не буду этого делать, потому что сейчас, если я понажимаю, то мне придется по новой выставлять все свои настройки. Итак, это мы сделали. Теперь нам осталось только сохранить этот слой. Нажимаем ОК и выходим отсюда. Вот видите, что у нас получилось. Это первый слой. Если мы включим наш лотос, вот что у нас получилось. Теперь давайте сделаем анимацию. Для этого мы пока выключим верхний слой, а вот этот нижний продублируем еще два раза. Для этого на клавиатуре мы нажимаем клавишу Ctrl-J два раза. И у нас получилось еще два дубля нашего слоя. Верхний отключаем, становимся на второй слой. Снова заходим в фильтр. Ищем наш фильтр с плагином водной поверхности. И вот здесь мы поменяем силу волн. Давайте поставим 52. И здесь поставим 65. ОК. Становимся на третий слой. То же самое. Заходим в наш фильтр. И меняем те же цифры на 35 и 63. Нажимаем ОК. Теперь сделаем немножко больше. И займемся нашей анимацией. Если у вас не открыто окно анимации, значит вы заходите в окно и ставите вот здесь галочку Анимация. Теперь выставляем время. Давайте поставим другое. 0,3 секунды. Чтобы у нас была не очень быстрая анимация и немедленная. Вот эти два глазика отключаем на первом слое. А слой с лотосом включаем. Добавляем следующий слой. Нажимаем на добавление нового слоя. Меняем здесь на второй слой. Первый отключаем. И еще раз добавляем. Третий включаем, второй отключаем. И смотрим, что у нас получилось. Вода движется, а лотос не движется. Давайте теперь сделаем так, чтобы и лотос наш тоже двигался. Мы стоим на первом кадре. Становимся на слой с лотосом. Берем инструмент перемещения. И на клавиатуре нажимаем стрелочку вниз два раза. Переходим на второй кадр. И точно так же нажимаем стрелочку вверх четыре раза. Становимся на третий слой. И нажимаем стрелочку вверх два раза. И давайте посмотрим, что теперь у нас получилось. Вот движется наша вода и движется наш лотос. Это именно то, чего мы добивались. Итак, в сегодняшнем видео уроке мы с вами научились работать с плагином. Сделали водную поверхность при помощи плагина. И у нас получился вот такой вот несложный коллаж. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.